Общий и ничей. Бывший карьер завода «Литий» превратился в свалку бытового и промышленного мусора. Сюда сгружаются отходы, бульдозеры их разравнивают, и карьер в Фокинском районе города обрастает мусорным мхом. Своё начало карьер берёт в 50-х. Завод «Литий», будучи тогда заводом стеклотары, брал песок и вырыл карьер. Потом завод перешёл на другие карьеры дальше. Там ещё вглубь шесть карьеров, где брали песок. А за это превратилось в прекрасное озеро, где водилась очень хорошая рыба. Карась. Ну, ротан это везде он сейчас, а в основном карась. Здесь можно было, как говорится, отдохнуть и душой, и телом. К озеру приходили люди, купались, загорали на песчаном пляже. Немного дальше рыбаки ловили рыбу. Но два года назад излюбленное место отдыха изменилось. Начали свозить всё, всё, что не нужно и всем, кому не лень. Потом, значит, были кучи, громадные кучи. В основном это отходы уборочные. Лес, сучья. А в прошлом году, это мы удивились, откуда мог привезти 10-тонник листвы. Листву привезли в конце сентября. Выгрузили и забыли. Долгое время кучу разносило ветром, пока бульдозер не сравнял её с землёй. Разумеется, засыпав и часть озера. В итоге, за эти два года от озера практически ничего не осталось. Он тянулся вот туда, дальше. Была всё вода, озеро. Ну вот мы стоим на этом озере. Что под нами, одному Богу известно. Рядом с карьером мусорный полигон, который образовался на месте мачтового леса. Отходы свозятся, сбрасываются. Время от времени разравниваются. Время от времени что-то горит. А поскольку вокруг свалки нет никакого ограждения, то время от времени по её просторам бродят диггеры в поисках цветного металла. Я жизнь прожил. У меня два внука. Что мы оставим? 70 лет – Дню Победы. А вот это похуже войны. Она гнить будет десятками лет. И что она ещё, как она себя покажет? Попытка выяснить, чьи же это владения, не увенчалась успехом. Литию этот и другие карьеры уже не принадлежат. У них есть свой, специальный, с федеральной лицензией. Администрация Фокинского района отсылает в городскую. Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области без жалобы от жителей ничего сделать не может. А свалка растёт. Подъезды к ней присыпали землёй, но это ненадолго. Там поедут машины и здесь поедут. И будет это продолжаться до бесконечности. Пока наша славная администрация не приедет и не посмотрит. Не только здесь, но и подальше вот на те карьеры. В лес. В лес. Что там творится? Отчего у нас пожары? Есть, да, поджигают. Но в основном вот пластик этот нагревается. Отражение знают люди, кто с физикой мало-мало знаком. Отчего эти у нас пожары? Но ведь кому-то эти земли принадлежат. Кто-то должен за них нести ответственность. Или правда участок в Фокинском районе бесхозный и там можно устраивать свалку. Игорь Умаров, Владимир Шалободов, телеканал РЕН-ТВ, Брянск.